МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания, и военкоматы вновь гостеприимно распахнули свои двери для будущих солдат-срочников. Что ожидает новобранцев в этот раз? В этом году осенний призыв мало чем отличается от весеннего. Денежное довольствие для военнослужащих-срочников остается прежним – 2000 рублей. Они ежемесячно будут перечисляться на именную банковскую карту. Функционал электронного паспорта призывника тоже пока расширять не планируют. В нем будет храниться персональная информация о здоровье, образовании, семейном положении и всех этапах прохождения армейской службы, включая оценки за боевую подготовку. Набор предметов личной гигиены все также удивляет предусмотрительностью. В нем есть даже дезодорант и крем для рук. Единственное новшество этого призыва – форма. Уже будем одевать ребят, которые будут отправляться в войска, не в полевую форму, как мы раньше одевали, а в офисную форму, в которой мы сейчас здесь присутствуем. По родам войск. Те, кто идут в сухопутные войска, будут одеваться в такую форму, кто идут в моряки в черную, и кто в авиацию, будет синяя форма одежды. В очередь перед военкоматами призывники сегодня, конечно, не выстраиваются, но и бегать за ними комиссары уже практически перестали. За первые два дня план призыва в Самарской области выполнен на 10%. Если так пойдет и дальше, то к концу следующей недели все необходимые 2200 человек будут набраны. Вообще с неявкой проблем сейчас нет. На весь регион у нас всего 163 уклониста. Да и те ушли в бега несколько лет назад. И дело тут не только в подъеме патриотизма. Служба в армии перестала вызывать у молодых людей и их родителей панический ужас, как это было в 90-е годы. Армия сейчас изменилась достаточно сильно в лучшую сторону. Это и то, что сейчас часть занимается постоянно боевая подготовка. Поверьте мне, я командир, как говорится, со стажем. Если часть занимается боевая подготовка, там нет места ни в основном взаимоотношениях, ни другим моментам. Люди, ребята с интересом, с удовольствием занимаются боевой подготовкой, им это нравится. И материально-техническое оснащение. Одевают сейчас прекрасно. Последние вот эти разработки формы одежды, они вообще уникальные. От проживания, кормления, то, что сейчас готовят гражданские организации, уборка помещений, тоже гражданские организации. В принципе, солдату остается только заниматься боевая подготовка. Конечно, года службы для получения военной специальности маловато, поэтому сейчас Минобороны активно раскручивает возможности до СААФа. Примерно 10-15% самарских призывников могут пройти начальную довойсковую подготовку, чтобы попасть в армию не рядовым солдатам, а специалистам, военным водителям, механикам или крыльщикам. Предложение, надо сказать, заманчивое. Призывники учатся бесплатно, получая на выходе водительские права и профессию. Однако направление на учебу военкоматы раздают не всем. Отсев жесткий. Главное условие – серьезность намерений. Важно, чтобы молодой человек гарантированно пошел служить. Причем в том же году, когда он закончил курсы. Попытки жульничать комиссариаты стараются пресекать на корню. У нас бывает такое, что человек прошел обучение, порой думает, что если он не сдаст в ГАИ и не получит права, его не призовут в армию. И вот начинает всяческими путями, методами уклониться от сдачи экзаменов. Тем не менее, он идет уже служить войска, но не специалистам, а обычно стрелком. В следующем году Министерство обороны планирует расширить учебные планы ДСААФа. В Самарской области, например, до войсковую подготовку смогут пройти уже 762 призывника. Это на 45% больше, чем сейчас. И, кстати, не только по автоспециальности. Специфика 2016 года, что дополнительно с этого года мы начинаем готовить парашютистов-стрелков. Это ВУЗ-100Д на базе Самарского областного вароклуба и нашей детской спортивной школы по военно-прикладному многоборью. И часть водителей, которые мы готовили к категории С, 30 человек будут именно целенаправленно готовиться для воздушно-десантных войск и будут проходить парашютные подготовки. Подготовка к армии без отрыва от дома и семьи. Возможно, в будущем это станет обязанностью абсолютно каждого призывника. Вот сейчас по решению министра обороны, а он у нас возглавляет наблюдательный совет ДСААФ, принято решение на трех регионах, Самара туда не вошла, провести эксперимент и готовить уже, проводить курс молодого бойца для всех призывников. Если этот эксперимент удастся, то в перспективе через ДСААФ возможно будут проходить все призывники, которые подлежат призыву. Только одни из них как курс молодого бойца пройдут, а вторые получат военно-учетную специальность. Новшество последних лет. Научные роты пока не особо популярны среди самарских выпускников вузов. В прошлом году лишь один человек решил служить в научных лабораториях Министерства обороны. В этом трое. И тем не менее, руководство областного комиссариата считает это интересным направлением. Имеющие высшее образование, это однозначно. Имеющие склонности к работе на электронике. Вот такие ребят, пока у нас три человека мы отобрали, пока вот сейчас проводим к ним и предварительные работы от двора. Они будут заниматься больше не на полигонах, они будут заниматься в классах там. То есть те разработки, которые идут в интересах Министерства обороны, они просто будут участвовать в этих разработках, каждый по своему профилю. То есть вот этот год, который он будет служить в армии, то есть он будет использовать весь свой тот научный потенциал, который у него имеется, для организации и продвижения периода этих научных разработок. Если он там себя зарекомендует и ему это понравится, вот, как правило, ребята с этих научных родов и остаются в дальнейшем проходить службу или работать на тех предприятиях или тех научных заведениях, где они проходят эту службу. Если в общем, то призыву сегодня в Самарской области подлежат 14 660 человек. В армию отправится всего 2200. Остальные либо получили отсрочку, либо безнадежно больны и имеют военный билет. По весеннюю призыву 2015 года первое место, как и прежде нас занимается, это болезнь костно-мышленной системы, это примерно 20,7% от общего освидетельственного товарища. Второе место у нас это болезнь органов пищеварения, занимает 9%. И третье место и болезнь кожи и подкожной клетчатки, это тоже где-то 8,9%. Общая освидетельность у нас за весну 2015 года составляет 69,7%. Это на 2% больше, чем за аналогичный призыв 2014 года. То есть состояние здоровья призывников улучшается? Естественное беспокойство призывников и их родителей вызывает военно-политическая обстановка в мире. Как утверждает военный комиссар Самарской области, ни один солдат-срочник в горячих точках служить не будет. Реальная война – дело контрактной армии. В начале недели легкие ветровки, к концу полноценная зимняя одежда. Реакция городских властей на такую шутку природы была незамедлительной. 8 октября в Самаре стартовал отопительный сезон. Когда же тепло дойдет до каждой самарской квартиры? Отопительный сезон в Самаре стартовал. С 8 октября теплоэнергетические компании города приступили к поэтапному включению теплоисточников и подаче отопления в дома. В этом году подключение объектов социальной сферы, школ, детских садов, больниц будет осуществляться параллельно с подключением жилых домов. И все же первостепенное внимание тем, кто в этом больше всего нуждается. Распоряжение по началу отопительного сезона с сегодняшнего дня подписано. В первую очередь подключаем больницы, это детские сады, это где все везде стационары по пребыванию, круглосуточное пребывание людей. Это вот дома престарелых, дома ребенка и тому подобное, чтобы у нас персонально ввели эти объекты. Для того, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел без накладок и происшествий, была проведена большая подготовительная работа. Все плановые перекладки тепловых сетей, а это свыше 7 километров теплотрасс, на сегодняшний день завершены. А буквально накануне официального старта отопительного сезона руководители соответствующих служб отчитались перед городскими властями о готовности номер один. В принципе, к началу отопительной зоны мы были готовы еще с 5 числа начать. Мы подготовили все оборудование станции, подготовили все тепловые сети, все объекты перекладок, которые у нас влияли на систему подачи теплоснабжения, мы все монтажные схемы в полном объеме собрали. 5 числа вчера мы развернули привокзальную отопительную котельную, сегодня разворачиваем центральную отопительную котельную. Соответственно, готовы уже развернуть БТЭЦ и подавать теплоноситель. Разумеется, дать людям тепло вовремя – задача первостепенной важности. Но в недавнем прошлом под этим лозунгом «главное – дать тепло» спускались недопустимые вещи, а именно незаделанные должным образом вскрытия после перекладки теплосетей. Работа волокитилась до снега и мороза, а потом о ней благополучно забывали до весны. В итоге грязь развозилась по всем окрестным улицам, что никак не на пользу чистоте города. В этом году своевременные заделки вскрытий – внимание самое пристальное. Под контролем городских властей не только каждый объект, а их в Самаре в общей сложности более 400, но и качество восстановления благоустройства. На сегодняшний день есть объекты, порядка шести, которые мы сейчас проводим, работ по благоустройству. Там работает подрядчик. Трубопровод по улице Калинина – объект работы, на котором находились под пристальным вниманием власти. Он несет горячую воду и тепло в треть самарских домов. Этим летом здесь заменили около 300 метров трубы. Основные работы завершены, сети смонтированы и готовы к пуску отопления. И теперь здесь завершаются работы по восстановлению благоустройства. Вместо старой грунтовки – новая асфальтовая дорога. Сейчас мы укладываем усовершенствованное покрытие, но и щебенки, и верхний слой будет асфальтирован. То есть для жителей это тоже своеобразный плюс. Местные жители таким переменам только удивляются. Столько лет месили грязь, а теперь цивилизация добралась и до этого частного сектора. «Грунтовая дорога. Когда я работал на машине, нет-нет, щебенки подправил. Вот и ездили». «Неудобно было? Грязи много было?» «Конечно. Как машины продают, так грязь. Сейчас, смотри, что-то делать стали». Таких объектов, находящихся в стадии восстановления благоустройства, у предприятий тепловых сетей несколько. И по заверению руководства, на всех из них работа идет по графику и будет завершена в оговоренный срок. До того, как ляжет снег и наступит зима. «На текущую дату семь объектов благоустройства полностью выполнено. На всех оставшихся объектах строительные монтажные работы завершены. То есть тепло потребителям поступит вовремя, без всяких задержек. На всех оставшихся объектах ведутся работы по благоустройству. Ориентирующийся срок окончания 30 октября. Естественно, они будут задаваться по этапам». Сроки, которые поставлены городскими властями, требуют, чтобы восстановление благоустройства на объектах, затрагивающих проезжую часть, было завершено еще раньше, до 20 октября. Ну а что касается сроков подключения, то по существующему регламенту тепло должно дойти до каждого дома в течение двух недель. Для контроля над этим процессом создана рабочая группа, в состав которой вошли представители городского департамента ЖКХ, районных администраций и управляющих компаний. На что способны дети, если их увлечь настоящим делом? Об этом сразу после рекламы. Уже третий год Самарский аэрокосмический университет проводит фестиваль детского технического творчества «Азбуконауки». Первые шаги. Для чего это нужно ведущему вузу нашей страны? Современные дети, в отличие от своих пап и дедушек, уже особо в космонавты не рвутся. Однако о звездах продолжают мечтать. И если уж не самолично хотят попасть в космос, то, по крайней мере, отправить туда что-нибудь, сделанное своими руками. Вот для таких школьников Самарский аэрокосмический университет уже в третий раз проводит фестиваль «Азбуконауки». Чем раньше мы приобщаем ребят к тому, чтобы они начинали мыслить, начинали себя готовить к открытиям, тем больше у них возможностей для того, чтобы эти открытия в самом деле состоялись. Чем раньше мы начинаем с ребятами работать, тем, по-моему, эффективнее будет не только профориационная работа, но и их будущее. Со своей профессией Матвей Степанов уже практически определился. Будущий робототехник сейчас готовится к реальной исследовательской работе в космосе, и строит пилотные модели марсоходов. Запчасти для строительства из готового конструктора, а вот сборка, программирование и все технические решения самостоятельные. Дольше всего мы думали над подвеской. Мы ее переделывали четыре раза, то есть мы делали с амортизаторами подвеску, но там не получилось, чтобы он не обещал. То есть мы сделали такую полу-независимую подвеску. Это мы строим проект, то есть в 2040 году, если получится, мы собираемся запустить. Тема фестивальной работы Захара Архипова возникла после похода в музей Самара Космическая. Там четвероклассник увидел опыты с магнитной жидкостью и заинтересовался, а нельзя ли сделать ее самостоятельно в домашних условиях. Оказалось, можно. И теперь, благодаря маме и школьному научному руководителю, Захар с легкостью оперирует терминами из неорганической химии и может дать консультацию в области применения этого удивительного материала. В медицине, если у человека случилась болезнь рака, тогда в опухоль можно ввести лекарство с магнитной жидкостью и придерживать его магнитом, чтобы лекарство там не разливалось по частям тела, а было именно в опухоли. И с помощью этого может вылечиться рак. Она еще вот может помогать в том, что если нефть разлили в какой-нибудь пруд, то с вертолетом можно туда добавить магнитные жидкости. И специальные люди с магнитами будут собирать магнитную жидкость вместе с нефтью. А вот Артем Смирнов в будущем видит себя разработчиком и конструктором медицинского оборудования. Особенно интересует парня, как меняются параметры здоровья у человека в космосе. И на фестивале Артем представил прибор для измерения остроты слуха. Он определяет, изменяется ли слух у космонавтов при длительном пребывании в космосе. Вдруг там у космонавтов меняется слух. Вот пошли герц, сколько идет, на экранчике. Он сейчас повышает частоту герц и выводит это на экран. Когда я перестану слышать, я просто отпущу кнопку, и он выведет, сколько герц. Все, я перестал слышать, отпускаю. 17 тысяч герц, 100. В кружок робототехники сначала много приходят ребят, но потом и так же много отсеется, но остается где-то процентов 40. И я узнаю, что вот эти вот мои ребята, вполне возможно, что это профессия будет у них уже такая. Они все заинтересованы. Не заставляешь их что-то делать, они выбирают сами. А раз сам он выбрал, он, естественно, заинтересован и сам в этом. И, соответственно, с удовольствием он это и делает. А пробовать прибор в безвоздушном пространстве Артему пока не удалось. Зато на фестивале представилась возможность поговорить с настоящим космонавтом Александром Лазуткиным и от него самого узнать, что происходит у человека в космосе со слухом. Слух, он меняется просто потому, что ты из нормальной такой атмосферы, шумовой, звуковой, попадаешь в ненормальную немножко. Там стабильно все чего-то гудит, ты привыкаешь к этому, живешь и, в принципе, уже не замечаешь это. Ну, пропало электричество, все вентиляторы выключились. И вдруг я услышал тишину. Причем эта тишина, она была такая, она болезненная. То есть уши привыкли к шуму, и вдруг бац, тихо. И мне даже захотелось уши закрыть ладошками и вообще натыкать туда, чтобы не услышать эту тишину, потому что очень больно было. Встреча с космонавтом, сеанс связи с экипажем Международной космической станции, общение с ректором и студентами СГАУ. В течение двух фестивальных дней юные участники погружаются в творческую атмосферу науки и техники, понимая, что их ценят не только учителя и родители, но и все научное сообщество. А университет, в свою очередь, присматривается к талантам с прицелом на будущее. Они же, когда видят в этих стенах, что они уже не чужие, что они здесь воспринимаются как партнеры, начиная с малых лет, они уже приходят, называют даже, типа, мы идем в наш университет. Понимаете, это же здорово. Но это в какой-то мере и продвижение нашего университета вот на пространстве, не только Самарской области. Ребята многие уже знают нас еще до того, как выбирать. И в этом году, вот, как пример, к нам поступили на первый курс с баллами выше 200, почти 800 человек. Из 1070, кого мы приняли в бакалавриат, 800 человек с баллами выше 200. Вообще, в последние годы наметилось смещение детских интересов в сторону технического творчества. Отчасти благодаря возрождению специализированных кружков, отчасти благодаря информационному климату, но главное, благодаря реальной востребованности IT-специалистов в нашей экономике. Так что наука и техника сейчас – это не только интересно, но и перспективно. Мир меняется быстро. Для многих родителей первоклассников оказывается неожиданностью, насколько изменились со времен их детства правила игры. Кто ищет, тот найдет, если знает, что именно искать. Казалось бы, в наш век интернета добыть любую информацию можно в несколько кликов мыши. Но люди опытные утверждают, все не так просто, как кажется. Разобраться в постоянно меняющемся потоке законов и нормативных актов, которые регулируют взаимоотношения школы, родителей и ребенка, далеко не каждому под силу. Особенно, если нет ни лишнего времени, ни привычки к сухому юридическому языку. Бегать с каждым правовым вопросом по специалистам – тоже не лучший вариант. На днях общественная палата Самарской области презентовала новую брошюру, в которой собраны самые частые вопросы родителей и школьников и компетентные ответы на них. В Самарской области, как и во всей России, наблюдается очень серьезный демографический подъем. У нас в этом году идет превышение по поступлению в школу по сравнению с прошлым годом. Следующий год у нас планируется тоже очень серьезным по людям, которые пойдут получать образование. И поэтому общественная палата обратила внимание на те изменения, которые произошли сейчас в законе о образовании. Вопросы, например, которые касаются тоже всех нас, как родителей. Если, например, в школе ученики допускают ненормативную лексику, не дай бог, если люди там курят, школьники, учащиеся, если курят, как в этом случае нам поступать, как родителям? Обязательно нужно ли загистрироваться на едином портале госуслуг? То есть вопросы, которые стоят действительно перед каждым третьим жителем Самарской области. Мы устраняем пробелы правовой неграмотности у жителей Самарской области. Это одна из миссий деятельности общественной палаты. Актуальные вопросы соблюдения конституционных прав граждан. Под таким грифом редакционный совет общественной палаты опубликовал уже целую серию подобных пособий для жителей региона. Идея создания памятки для родителей и школьников возникла сразу после вступления в силу нового закона об образовании. Однако реализовать ее немедленно не получилось. И, как выяснилось, к лучшему. Очень хорошо, что выход этого издания несколько отсрочился по времени. И как раз уже и граждане, и сотрудники образовательных учреждений увидели те проблемы, с которыми встречаются граждане уже в процессе реализации закона. И вот это издание, оно стало, на мой взгляд, более насыщенное по проблематике, чем если бы мы просто оттолкнулись от самой редакции закона. Школьная форма – право или обязанность? Кому принимать решения, на какие нормы ссылаться? Что делать с хроническими второгодниками? Можно ли сидеть в начальных классах до 15 лет ребенку, не способному усвоить программу массовой школы? Где кончаются права и начинаются обязанности семьи, школы и самого ученика? Ответы на эти и другие вопросы со ссылками на законные и подзаконные акты по замыслу создателей этой книги должны поспособствовать лучшему взаимопониманию всех участников образовательного процесса. Это только начало. Скорее всего, нужно будет дифференцированно издавать подобные пособия, применительно к образованию, может быть, уровня среднего и, к примеру, высшего образования. Ну а в целом, это помощь нашим гражданам, и мы, как общественная палата, и совместно мы можем решать те проблемы, которые иногда государство даже не в состоянии все это отразить в своей деятельности. А здесь совместные усилия помогают решать такие проблемы информационного, просветительского и даже где-то воспитательного характера. Сейчас редакционный совет общественной палаты планирует издание подобного справочника по самым актуальным вопросам, связанным с высшим и дошкольным образованием. По этим направлениям спорных моментов не меньше. Ну а изданную брошюру о среднем звене образования можно будет найти в школьных библиотеках и профильных общественных организациях. Это была программа «Важная». Всего вам доброго и встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин